Сам по себе факт того, что саммит стал регулярным, является, на мой взгляд, крайне важным. То, что это не было единичным событием, то, что это, так сказать, приобрело периодическую основу, и то, что главы государства прикаспийской пятёрки понимают необходимость именно в пятистороннем формате обсуждать проблемы региона, на мой взгляд, это является, как ни странно, одним из уже достигнутых результатов саммита. Проблемы Каспийского региона очевидны, но от их очевидности они не перестают быть проблемами. Основная из них – это, несомненно, проблема статуса. Позиция Ирана достаточно сложная, как мы все хорошо знаем, и обсуждения эти идут много лет. Есть надежда на то, что, может быть, на этом саммите будет достигнуто какое-то промежуточное решение, будут какие-то подвижки, по крайней мере, я на это надеюсь. И, тем не менее, я хотел бы констатировать ещё и другой факт. Как ни странно, консультации, которые начались в своё время по статусу, по правовому статусу, вроде бы как по проблеме, постепенно переросли саму эту проблему, и в ходе консультаций по статусу, переговоров по статусу, выработались форматы решения многих других проблем. Как бы, так сказать, не сложились дела на Астраханском саммите, который нам предстоит, я думаю, что всё-таки важно то, что все пять лидеров государств, и все пять государств сходятся в том, что Каспийское море является уникальным закрытым водоёмом. Вот я лично считаю, что он должен иметь какой-то свой особый статус, отличный от других морей или водоёмов. И здесь, я думаю, что вовсе не обязательно следовать вот жёстко каким-то прецедентам международного права. В конце концов, право появилось тоже в результате, так сказать, реальной деятельности. То есть, если право международное не описывает какое-то реальное событие, реальную ситуацию, значит, надо менять международное право, значит, возможно, так сказать, есть необходимость его корректировки и внесения каких-то специфических изменений. Второй пункт – это использование Каспийского моря исключительно прикаспийскими государствами и желательно, конечно, в мирных целях. Я считаю, это положение принципиально важным, потому что никто, кроме нас, естественно, эти проблемы не решит. А если мы попробуем делегировать их решение ещё кому-то, то думаю, что ничего, так сказать, хорошего из этого не выйдет. Вторая проблема – это экономическое развитие региона. Есть здесь известные проблемные точки, связанные с доставкой углеводородов, с востройкой трубопроводов. Это одна из имеющихся действительно, так сказать, точек напряжения. Она не является неразрешимой, на мой взгляд, и на взгляд, так сказать, нашего института. Вопрос в том, что необходимо просто искать компромиссные варианты. Эти компромиссные варианты, на мой взгляд, могут быть найдены, например, в формате ежегодного проведения пятистороннего межрегионального форума между государствами прикаспийского региона. По примеру, скажем, российско-азербайджанского форума. Если бы мы вышли на проведение вот такого пятистороннего форума, ну, в идеале в ежегодном, так сказать, режиме, ну, или хотя бы в каком-то периодическом режиме, я думаю, что этот форум в любом случае помог бы нам найти компромиссные решения по очень многим вопросам. Мы не можем зацикливаться только на углеводородах. Углеводороды – это, конечно, крайне важно, это основной источник денег, но если говорить о перспективе развития региона, то будущее за конвертацией углеводородных денег в совместные проекты по инновационному развитию региона. Вот если мы сможем эти деньги, так сказать, вложить в проекты инновационного развития, и при этом, как бы, это будет выгодно для всех его участников в режиме кооперации, это и было бы решением многих проблем. Тем более, что углеводородный фактор, как мы знаем, имеет сегодня очень серьезную политическую окраску, и, к сожалению, все, что связано с нефтью и газом, тут же обрастает разными, так сказать, конфликтными политическими ситуациями. Я считаю, что весь Каспийский регион должен быть охвачен неким кольцом транспортных коммуникаций, которые бы обеспечивали логистическую доставку товаров и людей, так сказать, грузов во всех направлениях. Одним из способов устранения противоречий в углеводородной сфере могло бы стать совместные разработки тех или иных групп месторождений, и, может быть, даже и совместное строительство коммуникаций по этому поводу. То есть, грубо говоря, тогда, когда каждый найдет свой интерес в том или ином деле, тогда разногласий станет меньше, а, может быть, они будут сняты вовсе. Продолжение следует...